Здравствуйте, коллеги! Давайте мы сначала проверим, всем ли меня видно, слышно. Напишите, пожалуйста, в чате. Вижу, да. Кто-то пишет, звука нет. Коллеги, у кого нет звука, попробуйте зайти через другой браузер. Ага, вот пишут и видно, и слышно. Все отлично. Да, у нас сейчас 181 человек. Надеюсь, будут еще подключаться. Да, вижу, хорошо. Коллеги, из каких городов? Заодно и проверим до конца всех 180. Всем ли видно, всем ли слышно. Липецк, Москва, Иркутск, Амурск, Казань, Орск, Челябинск, Хабаровск, Красноярск. Вижу, я была у вас на прошлой неделе. Барнаул, Новокузнецк, Томск, Серпухов, Ишимбай. Пенза, Чита. Алексей Васильевич у нас там с вебинаром был два дня назад. Тольятти вижу, Тамбовскую область, очень много Москвы. Комсомольск-на-Амуре, Орехово-Зуево вижу, Воронежская область, Буинск, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Питер, Перовский край. Ой, коллеги, такая большая у нас география с вами. Комсомольск-на-Амуре, коллеги, наверное, видят уже даже друг друга из одного города, города большие, и по несколько коллег из разных школ, Красноярск, вот, Александра Викторовна. Коллеги, хорошо, вижу. Раз на вопросы отвечали, значит, всем меня видно, слышно. Сегодня мы с вами перейдем к немножечко все-таки уже таким более предметным вопросам. До этого мы общались с вами по больше общеучебным умениям, по ВГОС. Сегодня у нас тема более такая, наверное, земная, обучение лексики при подготовке к ОГЭ. Расскажу я это на примере наших трех линеек. Вот Илья Михайлович сразу предупреждает, что делать, если есть проблемы со звуком. Однако давайте мы попробуем тогда, коллеги, в чат вопросы по теме, особенно вебинара. Старайтесь задавать уже ближе к концу вебинара. Я предполагаю, что вебинар у нас с вами будет длиться час. Пишут Новосибирск тоже здесь. Я предполагаю, что он будет длиться час, потому что посыпятся сейчас вопросы в чат о длительности и так далее. Коллеги сразу и про длительность сказала. Код для генерации только в самом конце будет в чате, потому что как вы его оттуда тогда скопируете. Что еще? Вопросы, пожалуйста, по теме. Если будут вопросы, отходящие от темы, но я буду компетентна, чтобы на них ответить, тоже, пожалуйста, в конце вебинара. Ингушетия нас приветствует. Здорово, коллеги. Итак, обучение лексики. Поговорим мы сегодня с вами не только об лексике, которая касается именно раздела лексико-грамматика в ОГЭ, то есть в экзамене, который мы сдаем с вами в девятом классе. Мы поговорим больше о лексике в общем, о том, как отбирается лексика, что есть, какие приемы есть в наших линейках ОМК, посмотрим, чем отличаются, посмотрим на примеры. Расположила я сегодня нашу с вами работу по... То есть мы будем смотреть не по тому, какие приемы формирования лексики есть и смешивать между собой все ОМК. Все-таки примеров такое множество, что я вот даже не все странички, которые хотела вам показать, вставила, потому что презентация на самом деле очень большая получается. Начнем мы с вами все-таки немножечко с теории. Я считаю, что она нужна. И начнем с того, какой вклад несет предмет иностранный язык в достижение целей основного общего образования. Итак, изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей. Целей этих две. Нас больше интересует первая цель. И первая цель – это развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно. Речевой компетенции. Сюда у нас относятся говорение, аудирование, чтение и письмо. Языковой компетенции. Сюда относятся фонетика, орфография, лексика и грамматика. Как раз именно то, о чем мы сегодня будем говорить о лексике. Это языковая компетенция. Социокультурная компетенция. Поверьте, сюда тоже лексика к этому имеет некое отношение. Компенсаторная компетенция. То есть умение выходить из ситуации, когда нам не хватает языковых средств, чтобы выразить какую-то мысль. Учебно-познавательная компетенция. И вторая цель – это развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка. То есть мы видим такие две цели, нам знакомые. Цель первая, наверное, нам более уже даже знакома. Она больше наша, такая коммуникативная цель, коммуникативная компетенция. То есть поговорим мы сегодня с вами о конкретной языковой компетенции, о лексике. Что же у нас с тематическим содержанием, что у нас с темами. Темы я выписала по примерной программе по иностранным языкам. Первая тема, которую должны освоить учащиеся с 5 по 9 класс, то есть к окончанию 9 класса они должны уже быть с ней полностью ознакомлены. Это межличностные взаимоотношения в семье со сверстниками, решение конфликтных ситуаций, внешность и черты характера человека. Вторая – это досуг и увлечение, виды отдыха, путешествия, молодежная мода и покупки. Третья – это здоровый образ жизни, то есть режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от ледных привычек. Четвертая тема – это школьное образование и все, что сюда относится, включая переписку с зарубежными сверстниками, каникулы. Пятая – мир профессий. Здесь и роль иностранного языка в планах на будущее, и сама проблема выбора будущей профессии. Шестая – вселенная и человек, природа, флора и фауна, проблемы экологии, защита окружающей среды, климат, погода, условия проживания в городской или сельской местности и транспорт. Седьмая тема – это средства массоинформации и коммуникации, то есть сюда все, что к теме телевидения, радио, пресса и интернет. И восьмая, наверное, самая обширная, и то, что мы изучаем с начальной школы и до конца, до 11 класса, это страна или страна изучаемого языка и родная страна, географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности, страницы истории, выдающиеся люди, вклад в науку и мировую культуру. И вот когда я сейчас смотрю на этот слайд, у меня в голове проносится памятный звонок педагога в издательство. Обратилась к нам не так давно учительница, правда не представилась и не сказала, из какого она региона. Проблема у нее была следующая. Обратилась она к нам за методической помощью. Проблема была следующая. Завуч ей сказала, что вести урок и записывать в журнал нужно не по тому, как в учебнике идут упражнения, темы, уроки, как они построены в учебнике, то есть в том порядке, в котором они даются авторами. А нужно записывать темы в журнал и вести, соответственно, уроки, раз мы записываем журнал, значит, мы это проводили, по примерной программе, а именно по авторской рабочей программе, то есть той, что прикладывается к учебнику. В данном случае коллега ведет в данном году по Enjoy English, и, соответственно, Завуч ей сказала, что у нее тематическое планирование авторское, которое дается в самом начале рабочей программы, там, где оно написано общее. Речь шла тогда про начальную школу, вторые и четвертые классы. Вот Завуч хотела, чтобы у педагога так и было записано. Вот, к примеру, про 5 и 9 классы Завуч бы потребовала, да, в начале года начинать с межличностных взаимоотношений в семье, с черты характера и так далее, потом переходить к досугу и увлечению, то есть абсолютно неправильное понимание того, что подразумевает в себе тематическое планирование, то есть абсолютно неверное понимание тематического планирования оказалось у администрации, да, они думали, что темы стоят уже по порядку, то есть, соответственно, педагог должен следовать тому порядку, который, я не знаю, сочинили, получается, авторы, хотя авторы его не сочиняют, авторы его берут из примерной программы по иностранным языкам, если мы посмотрим, то тематическое планирование, оно должно полностью совпадать, потому что мы же не можем отступить от примерной программы, мы можем дать чуть больше, но меньше мы не можем дать. Соответственно, уроки она должна была действительно учительница записывать по все-таки календарно-тематическому планированию, да, и по уже разделам учебника, но никак не по тематическому плану. Давайте посмотрим про, что у нас там во ВГОС, что у нас во ВГОС в предметном результате, а именно в языковой компетенции, это выдержки будут, потому что, конечно же, весь этот огромный раздел мы рассматривать с вами не будем. В первую очередь, это распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц, то есть слов, словосочетаний, реплик клише, речевого этикета. Второе, это знание основных способов словообразования, то есть аффиксации, словосложения и конверсии. И третье, это понимание использования и явлений многозначности слов иностранного языка. А также сюда относятся синонимия, антонимия и лексическая сочетаемость. То есть вот они, те самые предметные результаты, которые касаются лексики. Посмотрим на раздел «Специальные учебные умения». Я говорила, когда в самом начале перечисляла цели, которые ставит перед нами стандарт. Так вот, в разделе «Специальные учебные умения» формируются и совершенствуются умения. Посмотрите, пожалуйста, «Находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом». То есть мы в чтении используем лексику, мы ищем ключевые слова, мы ищем социокультурные реалии, то есть это у нас прописано в документах. Далее, семантизировать слова на основе языковой догадки. То есть, опять же, это прописано. Семантизировать, то есть мы раскрываем значение слов. Осуществлять словообразовательный анализ. Это как раз то, что относится к экзамену, к тому единственному заданию в ОГЭ, которое дано на лексику. Выборочно использовать перевод. Перевод, вы сами знаете, мы уже с этим сталкивались на вебинарах с вами. Потому что перевод относят как к пятый вид речевой деятельности, но его нигде не прописывают. Тем не менее, очень часто в учебниках и очень часто во всяких, особенно в неурочной деятельности, нам нужен перевод. Соответственно, в документах он прописан. Выборочно использовать перевод. То есть, возможно, здесь может даже подразумеваться перевод слов, лексических единиц. Далее, пользоваться двуязычным и толковым словарями. То есть, тем не менее, умение переводиться словарем, которое периодически бывает остается у родителей наших с вами учеников, которые подходят и просят, помогите, куда посмотреть, где бы мне английский язык подучить. Учила, но забыла, да? Вот они, как правило, указывают в анкетах, в резюме, что они умеют читать, переводиться словарем. Давайте посмотрим на саму лексическую сторону речи. Итак, здесь нас интересует первый абзац, то есть, что касается объема лексических единиц. Что у нас написано в документах? О владении лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы в объеме 1200 единиц, включая 500, усвоенных в начальной школе. Поверьте мне, что в авторских рабочих программах, я, к сожалению, сегодня не все привела выдержки оттуда, указано точно то же самое. То есть, минимум, который учащиеся должны освоить к концу девятого класса, это 1200 единиц. Причем, это те единицы, которые будут продуктивными. Лексические единицы в себя будут включать, соответственно, не только слова, но и словосочетания, оценочную лексику, реплики клише речевого этикета, отражающие культуру стран, изучаемого языка. Посмотрим с вами на основные способы словообразования. И, конечно же, самым таким основным и главным, и самым крупным считается аффиксация и глаголов, и существительных. Посмотрите, да, суффиксов очень много, я не буду, и суффиксов, и приставок очень много, я не буду их все перечислять. Здесь у нас с вами и к существительным, и к прилагательным, что относится, и к наречиям, к числительным. Мы их с вами все видели, встречаем каждый раз. Второй способ – это словосложение. Пожалуйста, на слайде перед вами все с примерами. Конверсия. То есть мы это все уже видели, встречали. Также сюда относятся к способам словообразования, распознавания и использования интернациональных слов, а также использования синонимов, антонимов, лексической сочетаемости и многозначности. На что-то у нас отвлеклись коллеги в чате. А, вижу, ищут презентацию. Коллеги, да, презентация, вот Илья Михайлович дал ссылку, там действительно в этой же самой теме, в этой же самой теме, где презентация с прошлого вебинара, будет и презентация с этого вебинара. Единственное, что она будет размещена в понедельник. Вот как раз то, с чего я начинала, что все-таки стоит оговориться, что под лексикой мы будем иметь сегодня в виду не только лексико-грамматическую часть экзамена, имеется в виду ОГЭ, но и обучение лексике в общем, то есть в заданиях на чтение, аудирование, говорение, письмо. Здесь уже в зависимости от того, что мы с вами на разворотах учебника увидим. Еще хотелось бы оговориться, что перед вами сейчас выдержка из книги «Методика обучения иностранным языкам в средней школе» авторов ГЕС Лиховицкого. Это выдержка лишь маленькая, увеличенная до того, чтобы мы с вами могли это прочитать, страница 194, если кому-то интересно. Вот что пишут авторы. «При осуществлении продуктивных видов речевой деятельности, то есть говорения и письма, обратите внимание, необходимо, причем все это у нас дается в разделе «Обучение лексики». То есть авторы пишут о том, что при говорении и письме, конечно же, самый главный даже упор делается на лексику. Так вот, необходимо владеть лексикосмысловыми и лексикотематическими ассоциациями, сочетать новые слова с ранее усвоенными, выбирать строевые слова, сочетать их со знаменательными, выбирать нужное слово из антонимических, синонимических противопоставлений и так далее. Смотрите, прогнозировать на уровне формы и содержания, уметь пользоваться сокращениями, приспосабливаться к индивидуальным особенностям говорящего, правильно употреблять слова с учетом нормы языка. То есть все это мы используем, связываясь с темой лексика, говорения и письма. Что же про рецептивные виды речевой деятельности пишут? То есть про аудирование и чтение. Здесь уже необходимо уметь соотносить зрительный образ с семантикой, что у нас очень интересно. Дифференцировать аммонимы, синонимы, антонимы. Этих упражнений у нас в учебнике очень много. И в обучающих компьютерных программах мы сегодня с вами посмотрим видео захвата из обучающих компьютерных программ. Мы будем с вами, наверное, работать в таком режиме. Мы будем смотреть с вами примеры из учебников и затем несколько примеров из обучающих компьютерных программ к этой же линейке. Владеть механизмом рецептивного комбинирования, пользоваться контекстуальной догадкой, определять графический образ по слухомоторному. То есть здесь перечислены основные виды деятельности, которые связаны с лексикой при аудировании и чтении. А до этого мы с вами посмотрели при письме и говорении. Про принципы отбора лексики обещала рассказать. Так вот, выделяют три группы принципов отбора лексики. Это статистические, методические и лингвистические. Здесь уже зависит принцип отбора лексики от того, для чего ее отбирают. Посмотрим. Статистический, например, принцип. Он состоит из двух принципов. Делается упор на частотности и на распространенности. В чем разница между частотностью и распространенностью? Частотность, то есть это вообще общая сумма лексических единиц, которая собирается использоваться. А распространенность – это количество источников, в которых лексические единицы будут встречаться. Так как эти два принципа между собой все-таки немножечко пересекаются, есть другой термин, то есть употребительность. Этот термин сочетает в себе сразу частотность и распространенность, потому что это обозначает свойство встречаться в некотором количестве источников с определенной частотностью. То есть сколько раз некое слово встретится в нескольких источниках. Пожалуйста. То есть это употребительность. И уже в зависимости от этого отбирается лексика. Если лексика более употребительная, соответственно, она входит в продуктивную. Если она менее употребительная, это будет лишь для восприятия рецептивная, то есть лексика. Здесь уже в зависимости от цели. Далее. Методический принцип. В методическом принципе отбора лексики основная цель – это принадлежность к темам из примерной программы по иностранным языкам. То есть методически выбирается лексика по тематике исключительно. Здесь уже, конечно же, задействовано, с одной стороны, употребительность, но больше и делается упор на темы. Тогда, когда мы говорим с вами об статистическом принципе отбора лексики, мы уже не говорим о темах. Мы говорим о том, просто насколько нужно это слово. Поскольку часто оно употребляется в большом количестве разных источников. Соответственно, это слово нужно знать, им нужно владеть. И лингвистический принцип отбора лексики, он более такой сочетаемый и с методическими, и со статистическими принципами. Это сочетаемость слов, словообразовательная ценность, многозначность и стилистическая неограниченность. То есть если слово может подходить, допустим, одно слово к разным темам, то есть оно будет неограничено стилистически, оно будет многозначным. Об иностранном языке это можно абсолютно легко сказать. Довольно все-таки редко, когда в английском языке, например, слово имеет только один перевод. Согласитесь. Гораздо чаще слова многозначные. Словообразовательная ценность. То есть насколько удобно от этого слова будет образовывать, например, то, что мы до этого видели, с помощью аффиксации или конверсии, другие слова. И сочетаемость слов, насколько это слово сочетается с другими, чтобы можно было создать какие-то новые словосочетания, выражения. Сюда же входят и идиомы и так далее. То есть вот, пожалуйста, такие принципы отбора лексики существуют. Какие же есть приемы формирования лексических навыков? Мы сегодня будем все-таки больше делать упор на формирование лексического запаса, потому что для того, чтобы уверенно говорить, уверенно писать, уверенно читать, аудировать, нужно иметь хороший лексический запас. Но при этом мы говорим с вами о том, что это не зазубривание. То есть мы сегодня будем говорить больше о дрилах, о том, какие есть упражнения дриловые в учебниках, чем о том, как зазубрить. То есть я сегодня не буду рассказывать о том, как что-то, как выучить. Скорее, это немножко не к нам вопрос. Лексическая сочетаемость, конечно же, играет большую роль при формировании лексических навыков. Игры, в том числе, как раз именно направленные на лексику. И, конечно же, контроль лексики со слуха, то есть посредством аудирования, тоже играет большую роль при формировании лексических навыков. Начнем мы с вами с того, что познакомимся с тем, как формируются лексические навыки в УМК New Millennium English. Какие есть основные принципы. Так вот, используется в New Millennium English функциональный способ введения лексики. Материал преподносится, новый материал преподносится в контексте, то есть дети видят, как он используется в реальной жизни. Отработка идет на коммуникативных упражнениях. И благодаря таким упражнениям учащиеся умеют выводить значение знакомых слов из контекста. То есть, посмотрите, пожалуйста, у нас учебник насыщен упражнениями, которые будут в контексте преподносить новые лексические материалы, либо они будут в контексте его отрабатывать и в контексте, соответственно, закреплять. Более того, очень много упражнений на то, чтобы учащиеся сами вывели значение слова, нового слова, да, исключительно ориентируясь на контексте. Мы сейчас с вами эти примеры посмотрим. Что есть в книге для учителя? Вот я делала, предупреждаю сразу, чтобы вы не волновались. Здесь, да, страница маленькая и, возможно, плохо видно, но я постаралась сделать приближение. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот так. Я надеюсь, так более читаемо. Как вам, коллеги, видно? Да, вот я приблизила именно тот кусочек, который нам нужен. То есть вся страничка нам не нужна. Будем тогда вот работать в таком режиме. Хорошо. То есть что мы отсюда возьмем? Вот, да, пишут все, что видно. Хорошо. Кто-то пишет, на уроке не хватает времени на повторы. Интересно, про что? К сожалению, чат очень быстро вверх бежит, поэтому надеюсь, что вы еще раз мне напишите, я прочитаю. Мне даже стало интересно. Конечно, коллеги, в книге для учителя есть отдельно целая статья, посвященная тому, как формируется учащихся вокабуляр. Написано о том, что новый вокабуляр делится на активный и пассивный, что слова, которые относятся к активному вокабуляру, выделены жирным в текстах на чтение. То есть учащиеся уже заранее знают, если они столкнулись со словом, выделенным жирным. Они это слово еще встретят не один раз. Они его машинально будут, соответственно, запоминать. До этого они будут догадываться о его значении посредством контекста, посредством, например, чтения как раз этого текста, где это слово встретилось. Что еще? Здесь как раз написано, да, авторы прописывают все очень подробно, что дополнительная практика приводится в рабочей тетради. Мы оттуда тоже несколько примеров посмотрим. Что пассивный вокабуляр нужен исключительно для того, чтобы учащийся, он просто накапливался у учащихся, то есть он не для того, чтобы вводить его в речь. Что еще у нас здесь написано? Что в конце учебника есть лист, список активных слов, то есть активный вокабуляр приведен специально в одном месте в конце учебника по юнитам, по темам, то есть от уроков в урок. Все там так и выписано. Очень удобно этим пользоваться. Посмотрим еще. Вот вижу вопрос. Прошу прощения, по программе 5.9 не работало, только 10.11. Лексика дается жизненная? То, что в обычной жизни используют сами native speakers? Да, конечно. Да, вот Левченко Наталья пишет, хорошо сказано, bright students. Если ordinary. Поверьте мне, что даже если ordinary, так как у нас учебник все-таки на абсолютно среднего ученика рассчитан, здесь будут как раз, вернемся к этому предыдущему слайду, если у нас пошло обсуждение по нему, bright students, здесь написано, посмотрите, пожалуйста, про bright students в том абзаце, где описывается пассивная лексика. То есть в данном случае ordinary students, они, соответственно, будут у нас исключительно на активном вокабуляре. Не будут они использовать, получается, пассивный вокабуляр даже где-то в каких-то высказываниях. Он у них просто прошел мимо них и прошел, зато у них будет копиться активный вокабуляр. Вот Светлана Анисимовна Ткаченко пишет, очень интересный результат получаем, когда предлагаем ученикам самим проанализировать некоторые слова и догадаться об их смысле. Но я до затравки даю слово butterfly, после которого у них появляется интерес к такой работе и вообще повышается внимательность при чтении новых слов. Да, как раз, да, летающее масло, оно у детей очень хорошо вызывает, да, вместо бабочки. Хорошая мотивация. Вернемся к следующему слайду, который мы уже перешли. Да, вот коллеги делятся тем, как можно повторять лексику в игровой форме, да, игры с мячом, вот Татьяна Зорина пишет. Давайте мы посмотрим на следующую страничку. Это, опять же, книга для учителя, Maple the Book. Я, к примеру, взяла просто вот первое, что мне попалось, это Unit 7. Смотрите, пожалуйста, нас интересует с вами шестая колоночка. В ней как раз указан вокабуляр и структура, то есть словосочетания и слова, которые используются конкретно на этом уроке. Что у нас будет в активном вокабуляре, что они просто встретят в пассивном, да, и какие колокации слов в данном случае будут. То есть, пожалуйста, это все тоже есть. Кто-то использует снежный кон, тоже очень хорошее упражнение. Еще пример из книги для учителя. Здесь у нас как раз очень даже хорошо видно, я ее сразу обрезала, взяла только то, что нам нужно. А интересно здесь то, что прописано там же, где и задачи урока, то, что учащийся получит возможность научиться на этом конкретном уроке, прописан вокабуляр активный, пассивный, что берется на повторение, какие есть полезные фразы, useful language мы с вами видим, какие структуры будут использоваться. В данном случае, например, структуры были только на повторение. И в плане урока, то есть там у нас процедура с вами написана, в пункте с первого по третий, во время того, как мы повторяем, либо вводим новую лексику, в вокабуляр, да, посмотрите, пожалуйста, stage vocabulary, purpose, и у нас здесь прописано, что мы делаем, мы мотивируем на изучение нового вокабуляра, мы вводим, отрабатываем вокабуляр, повторяем, то есть здесь все это прописано, и в том числе даже прописано в каких формах, в групповых, в парных и индивидуально, в том числе тоже. То есть очень удобно, это все уже распланировано. Что пишут еще? Scrubbles, Erodit играют, Bingo, Lato, в учебниках happyenglish.ru очень много таких заданий, в том числе и на Lato. Лучше во внеурочке, вот пишет Марина Александровна, это применять. Бондаренко Елена пишет, это примеры по учебнику Millennium, что по учебнику Enjoy English? Посмотрим мы с вами на Enjoy English. Enjoy English я оставила на сладкое, в самом конце, но тем не менее мы с ним встретимся, поверьте, примеров может быть даже будет чуть больше, чем из New Millennium. Вот, пожалуйста, более подробные книги для учителя мы сейчас видим на слайде, прописано, что конкретно делается, чтобы замотивировать учащихся, что сделать, чтобы ввести новую лексику и так далее. То есть здесь все прописано. Пожалуйста, пример, страничка 20 из учебника New Millennium English для 9 класса. Я сегодня буду показывать примеры, вот такие статичные скриншоты, только из учебников для 9 класса, потому что если бы, поверьте, мы еще взялись с вами посмотреть на то, как формируется лексика, лексический запас у учащихся, допустим, хотя бы начиная с 5 класса, эта презентация была бы просто нескончаема, мы бы с вами здесь заночевали перед компьютером. Посмотрим немножечко поближе на эту страничку упражнения 3A. Нужно выбрать русский перевод для каждой из этих фраз. Выбрать правильный перевод, лучший перевод. Упражнение 3B. Выберите правильный перевод для слов, которые даны жирным. Вот как раз о том, что у нас в активный вокабуляр пойдет. Упражнение 3D. То есть это все идут упражнения на вокабуляр, на отработку. Найди, какие слов не могут быть использованы в каждом из этих предложений. Еще пример. Тоже приближу. Прочитайте, что женщины говорят о детях, и переведите фразы, которые даны жирным. Которые выделены жирным. То есть мы лексику здесь исходим из того, что догадываемся о переводе через контекст. Читая текст. Здесь тоже немножечко сделаю побольше. Посмотрите, пожалуйста, рубрика For Your Info. Здесь в таких рубриках по всему учебнику встречаются объяснения, то есть дефиниции. Как-то такая маленькая словарная статья. Посмотрите, чтобы никуда не нужно было залезать, можно было сразу посмотреть. В рубрике, в уроках Check Your Progress тоже есть задания на лексику. В том числе, то, что мы говорили, лексика через аудирование. В задании нужно прослушать интервью с людьми, которые говорят о своих работах, о своей работе, и соотнести профессию с тем человеком, который об этой профессии говорит. Согласитесь, для того, чтобы это задание сделать, нам сначала с вами нужно знать перевод этих специальностей на русский язык, как минимум. То есть знать, о ком идет речь. Потому что если даже мы услышали и про себя по-русски поняли, что, например, speaker to говорит, допустим, о том, что он журналист или о том, что он учитель, но если мы не знаем, как это будет по-английски, мы, к сожалению, не сможем правильно сайт нести. Упражнение второе. Выбери правильную фразу, выделенную курсивом, чтобы закончить это предложение. Тоже упражнение на лексику. Такие упражнения тут все с одной только странички. Посмотрите. Шестое упражнение. Закончите предложениями. Предложения фразами, которые будут идти после глагола work. Вот то, что я говорила. List of active vocabulary. Он находится в конце учебника, расположенном полностью по юнитам, и в каждом юните подряд по урокам. Смотрите, пожалуйста. Все подряд, все дается. Весь активный вокабуляр. То, что я говорила, дриловые упражнения также находятся и в рабочей тетради к учебнику. Вот яркий пример. Приблизен с вами. Нужно прочитать статью. И самое главное, что статью нужно читать без использования словаря. То есть не встретится в этой статье лексика, которую чаще все могли не знать. Но авторы просят не использовать словарь, а прочитать статью и соотнести подписи с частями текстов. И здесь также дана рубрика for your info. Посмотрите, тоже она есть. Здесь и сокращение. Как раз мы с вами говорили о том в самом начале, что знать, использовать сокращение – это очень важно. Что у нас еще как пример. Мы можем сначала на большом примере. Нам не так важно, что там спрашивается в кроссворде, когда более важно то, что вообще такие задания есть. Кроссворды встречаются в рабочих тетрадях очень часто. И вот, пожалуйста, например, упражнение в формате ОГЭ, когда нужно изменить форму слова. Еще вариант того, как в виде игры, do the quiz, тоже используется лексика. Пожалуйста, мы с вами видели сейчас, что очень много заданий из учебников. Мы сейчас посмотрим с вами на видео захваты к учебникам. Именно New Millennium English. И тогда мы закончим с вами с New Millennium. И перейдем уже к happyenglish.ru, тому, как в happyenglish.ru формируются лексические навыки. Начнем мы с вами сейчас с упражнения, где нужно подтащить слова в пропуске, в предложение. То есть для того, чтобы это сделать, нужно знать значение слов или приблизительно догадываться о нем, либо смотреть на контекст. Давайте посмотрим. Вот такой был пример на то, как правильно подставить слова, в предложение, ориентируясь уже. То есть в любом случае обучающих компетентной программы тоже все соответствуют концепции авторов о том, как обучать лексики. В этом примере нам нужно соотнести части фраз. То есть у нас уже с вами идут не отдельные слова, а словосочетания. Давайте посмотрим. Продолжение следует... Вот такое вот упражнение на словообразование, на словосочетания. То есть какие могут быть. Еще пример из New Millennium English мы с вами сейчас посмотрим. Здесь у нас использование, опять же, лексики в контексте. Нужно подставить слова, которые даны внизу, в данное письмо. При этом посмотрите, пожалуйста, да, текст и лексика, соответственно, специализированные. Здесь у нас уже тема определенная дана. Как раз пишут коллеги про словарные диктанты. Не волнуйтесь, я про словарные диктанты тоже обязательно прокомментирую, скажу. И действительно, да, такие... Вот Юдина Ирина Владимировна пишет. Часто дети выполняют подобные упражнения интуитивно, не гарантия, что лексика была усвоена. Пишут. Дарья Михайлович, видим. Видео прогружается долго, сразу не отключать. Хорошо. Я надеюсь, что у коллег все загружается. Лексика все равно будет усваиваться, потому что даже если он выполнит интуитивно один раз... Даже если он интуитивно выполнит один раз такое упражнение, да, он может выйти, зайти в него заново, получит там другой текст, другие слова на вставку. И, возможно, будут слова, опять же, да, если отрабатываем тему покупки, шоппинг, то есть слова будут, возможно, те же самые, поставить их уже надо будет абсолютно другие места, то есть уже другие коллокации. Соответственно, делаем выводы. Когда несколько раз такое задание сделает, пожалуйста, будет усвоена данная лексика. Кажется, у нас с вами есть еще один пример, да. Здесь уже усложненные задания. Это пример из New Millennium English, из обучающей компьютерной программы к девятому классу. До этого мы с вами смотрели из седьмого и восьмого. Давайте мы посмотрим. По пути буду комментировать. Вот работа над ошибками, конечно, распечатывать и делать, это лишняя трата времени получается у вас, коллеги. Тем, кому нужен только сертификат, коллеги. Не могу сейчас вам этого сказать. Ссылка будет, не ссылка, а будет код для генерации, и он будет в самом конце лекции. Мы с вами только на New Millennium English. У нас еще с вами впереди happyenglish.ru и enjoyenglish. То есть вот такое вот упражнение. Сначала мы ознакомились с подписями к картинкам, затем картинки у нас местами менялись, подписи у нас все опали вниз и тоже переменялись местами. Все это генерируется компьютером. После этого нужно расставить правильно и уже тогда проверить себя. Ну, в случае, если правильно, у нас каждый раз простой подарок, тем не менее, в девятом классе приятен учащимся, они будут рады улыбнуться. Давайте мы, коллеги, вернемся к презентации. Посмотрим мы с вами сейчас про happyenglish.ru. Какие приемы там, что у нас есть там, вопросы все-таки буду отвечать уже в конце, потому что вопросы очень интересные. Ну, и про диктанты тоже поговорим. Давайте посмотрим по happyenglish.ru, что у нас есть. Итак, первые два урока, как правило, посвящены введению в новую тему предъявлений первичной отработки нового лексического материала. Для активного усвоения в каждом тематическом блоке выбирается 15-18 лексических единиц, представленных не отдельными словами, а более частотными словосочетаниями, то есть то, что встречается более часто и более нужно. Интернациональная лексика вводится в рубрике, например, Friends. Лексика сама отрабатывается в системе языковых и речевых упражнений с опорой на текст. Есть замечательная рубрика Conversation Bricks, где содержатся опоры речевого характера. Забылось, к сожалению, вписать. Есть рубрика How to build words, то есть рубрика на словообразование, очень интересная. Давайте посмотрим на примеры. Пожалуйста, страничка 23, учебник для 9 класса, happyenglish.ru. То, о чем я говорила, рубрика Conversation Bricks. Здесь опоры для речевого общения. Соответственно, учащиеся эти опоры в речи используют и запоминают речические словосочетания. Еще примеры с Conversation Bricks, страницы 47. Здесь у нас как раз на тему шоппинга, то, что мы недавно видели с вами в New Millennium English. Рубрика How to build words. Я сейчас приближу. Здесь сначала мы смотрим, к каким частям речи принадлежат данные слова. Затем, обращая внимание, учащиеся на суффиксы существительных, для того, чтобы образовать отвлеченное существительное. В данном случае ness, ship, tom, hood. И после этого учащиеся выполняют упражнения, в каких слов образованы данные слова. Номер 3. Еще один пример How to build words. Страница 194. Здесь уже разбираются суффиксы прилагательных if. Есть рубрика Verb Activator. Смотрите, в данном случае у нас в этой рубрике разница между глаголами say и tell рассматривается. Есть замечательный тоже активный вокабуляр со списком в конце каждого юнита. Есть у нас и вот на страничке, например, посмотрите, сразу задание. Вся страница, она у нас завязана на лексике. Начинаем мы с того, что рассматриваем словосочетания, вводятся они, словосочетания с переводом. Далее рассказывается, как правильно перевести на русский язык словосочетание, предложение с этими словосочетаниями. То есть это у нас идет как введение такого небольшого нового правила. Далее задание первое у нас на говорение. Нужно составить собственные высказывания по образцу, используя, соответственно, лексику, которая была ранее дана. Во втором написать. Нужно задание на письмо. Но, опять же, как они могут написать, если они не знают эти структуры, которые приведены в упражнении номер два. Соответственно, они с ними уже знакомы, они их знают. Они совершенно спокойно могут их использовать в письменной речи. И в третьем задании у нас оно на аудирование и на произношение. Нужно послушать слова и повторить их за диктором. Из рабочей тетради номер один пример на синоним антонимы. Опять же, мы говорили с вами, что они должны владеть приемами синонимии и антонимии. Задание на то, чтобы написать самому дефиницию, то есть дать как словарную небольшую статью о некоторых словах, которые даны наверху над этим упражнением. Еще пример из рабочей тетради номер два к happyenglish.ru для девятого класса. В третьем задании нужно прочитать слова и выражения, и то, как они переводятся. А вот в четвертом нужно прочитать историю и перевести ее на русский язык. Естественно, в истории встречается вся эта лексика, что дана в третьем задании. Давайте мы посмотрим сейчас еще сразу видеозахваты из обучающих компьютерных программ happyenglish.ru Первый у нас будет направлен на лексику и орфографию. Вот посмотрите, пожалуйста, пример такой программы может стать хорошей заменой словарному диктанту. Пишет Берсукова Юлия, знакомые задания. Левченко Наталья, у этих червячков дети обожают. Да, вот Ньюс спрашивает, что делать. Нужно составить, как поле чудес, нужно составить слово. Слова, естественно, только по той теме, которая до этого в обучающей компьютерной программе и в самом курсе, в учебнике дети прошли. То есть в данном случае у нас здесь были слова foreign, dangerous, которая сейчас как раз собирается, scientist и так далее. Вот именно из этой лексики возникает такое поле чудес. В случае, если человек правильно выбирает букву, которая в этом слове есть, червячок превращается в бабочку и получается у него есть еще один ход, ход прибавляется. А если он неправильно, то червячок падает, соответственно, попытка у него правильно подобрать букву уходит. Выполнить задание ограничено по времени. Оно не по времени ограничено, оно ограничено по количеству шагов, которые можно сделать. Трубцов пишет, только как его сделать самой? Не совсем понимаю ваш вопрос. Как сделать самой? Зачем его делать самой? Оно есть в обучающей компьютерной программе. Запустите обучающую компьютерную программу, и ребята у вас с удовольствием будут угадывать, как поле чудес, что это за слово, чтобы только у них червячок вниз не падал. Давайте посмотрим примеры с happy English.ru для пятого класса. На подбор пары слов и тоже на орфографию. Это первое упражнение в разделе practice. Здесь у нас карточки, которые нужно подобрать попарно. Пожалуйста, отрабатывается, конечно же, вся та лексика, которая на этот конкретный момент преподносится учащимся в учебнике. То есть это дополнительный дрилл для них, дополнительная тренировка, дополнительная отработка. Как раз все то, что проходит в пятом классе. И как продолжение этого задания, это как раз то, о чем я говорила. Пожалуйста, еще вариант замены словарного диктанта. Если вы так хотите проверить все-таки, правильно ли учащиеся у вас усвоили орфографию тех слов, которые вы вводите, той лексики, которую вы вводите, то можете дать такое задание. Это гораздо приятнее и более мотивирует учащихся к изучению иностранного языка, чем раздать листочки, провести словарный диктант, наставить двоек за то, что они сделали, как вам показалось, больше ошибок, чем надо было сделать. Потому что, согласитесь, все-таки это довольно субъективно, то, как оценивают некоторые, например, педагоги словарные диктанты. Один подумает, что вполне неплохо, если он из пяти слов три напишет правильно, а другой будет снижать балл за каждую орфографическую ошибку в каждом слове. Не обращая внимания на то, что есть действительно сложные слова. Вот, пожалуйста, такой вот был пример из обучающих компьютерных программ. Татьяна Зорина пишет, мы делаем эти упражнения в конце четверти, как обобщение изученного материала. Очень замечательно, действительно, и как обобщение, и как дополнительный дрилл, тренировку. Так, уже ищут, как выйти из положения, если не везде есть компьютеры. Да, интерактивные доски, конечно же, нужны. Вот пишет Скачкова НН, так как это интерактивные программы. Но, поверьте, вы можете и вызывать учащихся к своему ноутбуку, если у вас нет интерактивной доски, а есть только проектор и экран. Сельских уж точно. Вот, поверьте, если про сельские школы вы пишете, что нет там обеспечения компьютерного, знаю педагогов очень много, которые ведут в сельских школах, и у них как раз сооснащение еще получше, чем в некоторых городских школах. Каждый урок не получается работать на доске. Все-таки мелая доска, пишет Попова Оксана Юрьевна. Возможно, не каждый урок вы будете включать в такую обучающую компьютерную программу, но, как правило, у меня, по крайней мере, в моей практике, учащиеся, если я один раз включал, договорились с ними, что из трех уроков английского один раз в неделю они будут иметь возможность поиграть с обучающей компьютерной программой. Для них это поиграть, а для меня это отработка и лексики, и грамматики, и языковые игры. Пожалуйста. Тот же самый ТЭТЭС с неправильными глаголами, которые я очень люблю, и учащиеся мои его очень любили. То есть они всегда знали, у них мотивация была, не знаю, дожить до конца недели, конкретно на моем предмете, и оторваться немножечко от печатной литературы и на 15-20 минут привернуть к интерактивной доске. То есть, опять же, мы же соблюдаем с вами, конечно же, СанПин. 15-20 минут у нас доска, может быть, без выключения включена. То есть подряд это 15 минут работы, максимум 20, да, если у нас уже все-таки старшие дети 5-9 класс. Вот Ксения пишет, и Левченко Наталья, вот как подтверждение моих слов. Я в сельской вместе, лингофон, интерактивная доска. Вот посмотрите, пожалуйста, коллеги, да, вот по чату. У нас огромная география, и, конечно же, мне очень жалко тех, у кого вообще ничего нет. Но я знаю педагогов, которые, бывает, даже свой ноутбук из дома приносят, лишь бы у них вот детки хоть чуточку поиграли, чтобы все-таки у них как-то пробудить. Вот пишет, в Ростовской области в сельских школах все есть. Людмила Максимовна пишет, я из сельской школы, у нас в каждом классе компьютер, почти в половине классов интерактивная доска. Вот Ольга, к сожалению, не обладает в сельской школе ничем интерактивным, только доска имел есть. Про вопросы, как правильно объяснить ученикам задание словообразования. Это очень общий вопрос. Как понять, как правильно объяснить? Вы идете согласно концепции автора учебника. Вот как автор заложил учебник, как объяснять словообразование. Если это рубрика какая-то, допустим, как happyenglish.ru, соответственно, они, исходя из этой рубрики, сначала внимательно с ней знакомятся. В happyenglish.ru заметьте, пожалуйста, большинство сложных особенно правил, да, они все объяснены на русском языке. То есть если учащийся вас даже пропустил, он все равно дома может открыть, посмотреть, повторить, прочитать, изучить, да, и прийти на урок уже готовым. Вот Татьяна Зорина пишет, вы правы, я принесла компьютер из дома. Коллеги, поверьте, все видела, все знаю. Вот у кого-то один проектор на всю школу, а она, например, у меня тоже такое было, мы проектор носили из кабинета в кабинет. А вот у кого-то вот есть в школе мобильный класс, но вот, к сожалению, для биологов и физиков. Вот жалко. Так, что еще? Ну, отвлечемся немножечко от чата, давайте посмотрим еще пример. Здесь у нас с программой гораздо уже сложнее. Это у нас не червячки, не пятый класс. Это happyenglish.ru для девятого класса, обучающая компьютерная программа. Что нужно сделать учащим? Сначала они должны прочитать и ознакомиться со словами и с их дефинициями. После того, как они ознакомились, нужно собрать в пары их обратно само слово, лексическую единицу и его объяснение. Посмотрите, пожалуйста, если правильно, то у нас образовывается картинка. Вот уже коллеги в чате подсказывают, где обучающие компьютерные программы можно купить. Да, в интернет-магазине и в книжных магазинах. Они там в разделах, где диски продаются, тоже есть. Телевизор как раз комментирует. Да, действительно, и в Москве о многих школах нет. Пожалуйста, у нас с вами получается, соответственно, картинка. Так, коллеги, что у нас тут еще? Давайте мы вернемся тогда с вами к презентации, а уже в конце я тогда еще поотвечаю на вопросы. Перейдем мы, наверное, к самому тому, чего вы так ждали, к Enjoy English, о том, как формируется лексический запас в курсе Enjoy English. Новые лексические единицы даются, как правило, в контексте, которые помогают ученику составить представление о том, как и где может быть использовано данное слово, в каких словосочетаниях, для решения каких коммуникативных задач. Лексический запас обогащается за счет наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, наценочной лексики, реплик клише речевого характера, характерных для культуры англоговорящих стран, а также реплик нейтрального стиля. В 9 классе мы сегодня все-таки немножечко, да, будем, и с 9 класса из обучающих компетентных программ я тоже покажу примеры как раз. Так вот, в 9 классе дается избыточное количество лексики, что позволяет выбрать слово, словосочетание или речевое клише для решения поставленной перед ним коммуникативной задачи. Семантизация лексики осуществляется путем толкования значения или дефиниции, путем догадки по контексту при чтении и аудировании, с помощью синонимов и антонимов, и путем прямого перевода на родной язык. Какие есть рубрики? Конечно же, это рубрика ки-вокеблеры, то есть в ней, обратите, пожалуйста, на это внимание, что в ки-вокеблеры, в Enjoy English указывается лексика, которая идет для обязательного двустороннего усвоения, то есть и на рецепцию, и на рецептивные, и на продуктивное общение. То есть ки-вокеблеры они должны уметь использовать, они должны знать. Рубрика Word Focus. Здесь уже, пожалуйста, дается информация о фразовых глаголах, причем я сейчас покажу в примерах, она и вводится, эта информация, и, как правило, Word Focus сразу же отрабатывается, есть уже некоторые задания. Многозначные слова, правила словообразования, различия некоторых слов, схожих по значению, в вводных словах. Вот, пожалуйста, выдержка из примерной программы, из рабочей программы авторов о лексической стороне речи, что сюда входит, как раз, если вы обратите внимание, в первом абзаце написано, что к завершению основной школы продуктивный лексический минимум составляет 1200 единиц, включая 500 усвоенных в начальной школе, то есть, получается, они у нас сколько за 5, 6, 7, 8, 9 класс дополняют лексический единиц к тем 500, что у них были уже в начальной школе. О чем только не обсуждают в чате вижу. Понятно. Лексические единицы считать не хотят. Коллеги, 700 у нас единиц прибавляется. К завершению 9 класса получается 1200 единиц для продуктивного общения. Описывается, опять же, то, что мы с вами видели в примерной программе, чему учатся школьники. Обратите внимание на курсив. В курсивом указано то, что школьники получат возможность изучить, то есть, в данном случае, посмотрите, курсив внизу, использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования. Ну, кто-то пишет, 1200 лексических единиц, на мой взгляд, маловато. Для среднестатистического школьника, согласно примерной программе, 1200 единиц – это как раз то, что нужно для общения. Вы знаете, у нас на форуме есть, Алексей Васильевич не так давно, по-моему, в прошлом году давал ссылку на сайт, где можно проверить свой словарный запас, какое у вас количество слов в словарном запасе. Вот очень интересно будет, если мы туда, в эту тему, на форум вернемся, и подумаем о том, какой у нас с вами словарный запас, и хватит ли девятикласснику 1200 продуктивных слов, которые он изучил. Мы еще сюда не считаем с вами рецептивные слова на рецепцию, которые у нас только будут направлены. Вернемся к курсиву. Итак, они получат возможность изучить о том, как использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования, выбирать нужное значение многозначного слова. То есть, это уже идет как немножко такой факультативный, да, две части. Примеры. Девятый класс. Enjoy English. Пожалуйста. Пятнадцатое упражнение. Вставьте правильно артикль. Шестнадцатое упражнение. Мы видим Word Focus. Прочитай, запомни, причем обязательно remember. Во всех упражнениях, где у нас стоит с вами remember, значит, это действительно нужно запомнить, а не просто прочитать и пропустить мимо себя. Здесь объясняется о том, как использовать словообразование слов с помощью приставки on. В семнадцатом упражнении у нас Word Combinations. То есть, нужно составить как можно больше словосочетаний, не используя данные слова. Еще пример. Как раз у нас задание. Двадцать девятое на словообразование, и тридцатое тоже у нас на словообразование. Тридцатый вообще идет практически в форме того, как идет упражнение в ОГЭ на лексику. Двадцать девятое нужно сделать от глаголов существительные, используя определенные суффиксы, которые им даны. Вот она рубрика Кива Кеблера, о которой я говорила. Она не такая большая. Их всего, получается, четыре в учебнике за девятый класс. Соответственно, вот эту всю лексику они должны уметь использовать в речи. Рубрика Word Focus, то, о чем я говорила, когда сразу же в рубрике дается и задание. Здесь это read and remember the different meanings of the word sign. Match them with the pictures. И даны у нас уже определения слова sign. И даны картинки. Нужно как раз по догадке определить, что к чему будет относиться. Далее у нас идет уже на следующей страничке отработка. Переведи предложение, соотнеси. Отнеси, как раз в этих предложениях встречается слово sign. Отнеси предложение с значениями слова sign, которые даны в упражнении 7. То есть word focus, то, что было до этого. В девятом упражнении заполните пропуски, используя слова, данные в рамочке. Очень частое упражнение, которое у нас встречается. И даже для того, чтобы, коллеги, использовать инфинитив, там у нас я сделала это кусочек, лишь отрезала, в десятом задании объясняется инфинитив, когда он используется и как используется. И вот в одиннадцатом упражнении, чтобы правильный инфинитив даже использовать, все равно нужно уже знать лексику. Еще пример рубрики word focus. В данном случае это синонимы. Нужно подобрать синонимы между собой. Объясняется даже еще раз, что такое синонимы вообще. Вдруг они забыли. Интернациональные слова в рубрике word focus. И даже то, как эти интернациональные слова читаются. В 129-м, например, упражнении в данном случае. Все-таки это очень действительно нужно. Не только лексику узнать, но и правильно произносить. Особенно учитывая то, как у нас изменился экзамен в 11-м классе. Прогресс-чек. Что у нас есть? Есть, конечно же, всегда в любом из прогресс-чеков в 9-м классе задание в формате ОГЭ на словообразование. Пожалуйста, еще пример. Здесь уже рабочая тетрадь. Замечательное, на мой взгляд, упражнение. Упражнение в форме игры, лексической игры. Что должно получиться в итоге? Должны получиться выражения, которые будут в своих 7 выражений написаны в строчку. Строчка будет проходить через 4 колонки. Колонку номер 3 за нас уже заполнили. Мы же с вами должны, с учащимися, заполнить колонку номер 2, разгадав то, что написано под буковкой A, расшифровав слова и вписав их туда. Под буквой B у нас пойдут разгаданные уже в правильную, соответственно, в подстановочную таблицу слова в четвертую колонку и из C в первую колоночку. Соответственно, получится expressions. Еще пример заданий из рабочей страты номер 1. То есть это все дриловые упражнения, их очень много. Прочитая текст, заполни пропуски словами, которые даны внизу. Слова даны на выбор. Сейчас перед вами пример из рабочей страты номер 2. Подготовка еще к ГИА. Посмотрите, пожалуйста, это еще вариант из старой тетрадки. У меня, к сожалению, не было скриншотов из обновленной версии к ОГЭ, где у нас с вами, если вы помните, изменилась нумерация. У нас больше нет буковок. У нас теперь только цифры от одного и далее. 35 всего упражнений, если я не ошибаюсь, в ОГЭ. В любом задании, чтобы сделать задание на аудирование, нам нужно знать эту лексику. Я уже говорила, потому что мы не сможем иначе соотнести слова с тем, что мы прослушали. Второе, в чтении, соотнести подписи с частями текста мы тоже не сможем, если мы не можем перевести заголовок. Для этого учащиеся, опять же, должны осваивать лексику. На грамматику и вокабуляр, пожалуйста, вот пример упражнения. Все это отрабатывается. Как раз наше небольшое, 6 всего на вставку идут слов по лексике. В формате ОГЭ и даже в письме. Все-таки, чтобы отвечать на письмо, нужно овладеть лексикой. Посмотрим примеры из практикума по английскому языку ОГЭ-2015. Здесь уже у нас нумерация абсолютно правильная, она сквозная. При выполнении заданий с 18 по 26, то есть они уже, посмотрите, пожалуйста, без букв, они идут только цифрами. Мне дается подробнейшая инструкция, что нужно делать, что зачем нужно делать, в каком порядке, как что прочитать. Вот, посмотрите, я приближе. При выполнении заданий 27-32, то есть как раз те задания, которые у нас на лексику. Читаем инструкцию к заданию, находим ответы на вопросы. Что нужно сделать, как преобразовать слова, на что следует обратить внимание. Прочитайте переведенный ниже текст, преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенными номерами 27-32 так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. И так далее. То есть посмотрите, пожалуйста, здесь все подробнейшим образом написано. Просматриваем текст, чтобы понять, о чем он. Дается ключик, до чего мы должны дойти, проработав этот текст. О том, что это текст о мальчике по имени Кен, который отказался ехать со своей семьей в город на выходные и так далее. То есть они полностью прорабатывают, понимают, о чем он. Далее, в третьем, третий пункт плана. Они читают предложение с пропусками, определяют, какая часть речи там должна быть, в какой форме, в положительной или в отрицательной. Пожалуйста, я приближу сейчас. Да, даются примеры, все объясняется. То есть чаще если должен прочитать это предложение, представить, какая там часть речи должна стоять, и уже преобразовать, исходя из этого. Читаем весь текст уже составленными, преобразованными словами. Проверяем, что логика не потерялась. Проверяем орфографию. И все. Что очень здорово. Есть замечательное приложение Focus on Word Building. в самом конце прособия практику по английскому языку. Давайте я приближу, что там такое есть. Дается суффиксы. Написан суффикс, что этот суффикс будет формировать. В данном случае я приблизила кусочек, где написаны суффиксы для того, чтобы образовать существительные. Даны слова, от которых эти слова могут быть образованы. Указаны уже примеры. Посмотрите, пожалуйста. Decide decision. Explain explanation. И дана даже фраза, в которой уже это слово использовано. Как с этим... Вот прошу это авторы пособия. Авторы пособия Трубанева и Бабушес. Как раз наши замечательные Наталья Николаевна Трубанева и Елена Евгеньевна Бабушес. Пособие, да, вот пишет Татьяна Светлана Анисимовна, очень полезное. Да, действительно облегчает работу. Я по нему готовила детей к сдаче ГИА, когда он еще ГИА назывался. Да, в данном случае ОГЭ. Вот это приложение, если учащиеся его осваивают, у меня учащийся, к сожалению, очень поздно один решил, что он будет сдавать в девятом классе экзамен по моему предмету. И все, что я смогла ему, к сожалению, посоветовать. Он не занимался вообще ни в каких группах, ни с репетитором, ни с кем. Вот ходил ко мне на факультатив, и мы с ним проходили вот эту таблицу. То есть в момент того, что мы прорешали полностью все пособие, мы с ним обращались постоянно к этой замечательной таблице. Таблица всего на две страницы. Вот одна сейчас перед вами, еще одна точно такая же. В ней даны как раз, обратите внимание, именно те суффиксы, которые будут использованы в самом ОГЭ. Почему? Потому что руководитель команды разработчиков КИМов для ОГЭ как раз Наталья Николаевна Трубанева. То есть здесь ничего лишнего, и именно все то, что может встретиться им в экзамене. Обратите на это, пожалуйста, внимание. То есть если они освоят вот эти вот буквально две страницы словообразования, задания на лексику, они решат полностью правильно, на отлично. Давайте мы сейчас посмотрим тогда, наверное, примеры, немножечко интерактива добавим, а потом я расскажу с помощью каких еще дополнительных пособий можно изучить лексику. Особенно для тех учащихся, они будут полезны, кто все-таки решил сдавать ОГЭ. Давайте посмотрим. Итак, нужно в упражнении, это обучающая компьютерная программа к Enjoy English 9 класс, раздел Vocabulary, нужно найти лишнюю фразу. Пожалуйста, осложняется, конечно же, задание тем, что фразы все выделены разными цветами, кажется, что они должны как-то между собой соотноситься, но делать это для того, чтобы наоборот сбить с толку. Спасибо. 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 Словообразование. Давайте посмотрим. Что очень интересно и удобно. В этом упражнении, в случае если, по-моему, у нас сейчас будет здесь такое одно из действий, если слово оказывается не в той колоночке, то есть к нему прибавляется не эта приставочка, то слово упадет обратно вниз, то есть оно туда не подставится. После того, как, вы знаете, коллеги, это упражнение раза 3-4 проделать и меняются в том числе и приставки, запоминается это все очень хорошо, потому что оно не подставляется, оно падает постоянно вниз, бывает, когда не туда, к сожалению, определяешь слово, и хочется, чтобы оно было правильно выполнено. Делаешь его несколько, вот видите, вот у нас сейчас был пример, adequate слово. Пытались мы его поставить в приставочку an, оно упало вниз, чаще всего вспомнил, да, не an, а in. Inadequate. Да, вот Татьяна Зорина пишет, очень полезное упражнение. Обратите внимание, да, все-таки, опять же, приставки используются именно те, что нам нужны при сдаче экзамена и которые, в принципе, вообще часто встречающиеся. Левченко Наталья пишет. Я настойчиво рекомендую детям и родителям покупать такие диски, пока безрезультатно, правда. Тоже я пыталась, к сожалению, такое делать когда-то, не получалось, поэтому в основном просто учащиеся, особенно те, кто заинтересован, они просто, и те, кто особенно сдают экзамен, они остаются и после факультатива, и день, когда нет факультатива, и приходят после уроков, то здесь уже зависит, конечно же, от того, насколько вы, как педагог, их в это все втянете, заинтересуете. И давайте посмотрим замечательный еще последний пример из обучающих компьютерных программ. Он на идиомы. Он очень интересный. Я уверена, что те, кто этим диском пользуются, не раз это упражнение делали. Давайте посмотрим. Задание здесь такое. Учащиеся сначала просматривают вот такой небольшой интерактивный мультик, смотрят на подпись, то есть идиомы изображены в прямом их значении. To work like a beaver. И у нас там бобер реально работает с пилой усердно. И так далее. И вот таких у нас, пожалуйста, будет шесть. Шесть идиом. Далее с ними будут замечательные два упражнения. Сначала нам нужно соотнести в пары. Идиома с ее объяснением. Объяснение же мы уже поняли. Нам его не вводили, заметьте, пожалуйста, переводом. У нас по контексту, по внешнему изображению, в данном случае даже по мультику такому небольшому, мы поняли перевод данной идиомы. В некоторых еще, к сожалению, оно только грузится. Оно очень большой видеозахват. Вы знаете, коллеги, я надеюсь, что у вас все-таки загрузится. Здесь уже нужно, как продолжение этого задания, выбрать правильную опцию, да, то есть правильное окончание идиомы. Проверить себя. А если правильно, то высвечивается синеньким. И я специально так очень часто просят сделать, показать, что будет, если неправильно, потому что мультиков мы с вами сегодня уже насмотрелись. Что же будет, если неправильно впечатать, неправильно заполнить? Давайте посмотрим. Как раз это продолжение задания у нас сделано специально с ошибкой, чтобы вы посмотрели, вот как это оно, когда оно не синим загорается, а что сделано правильно на красном. То есть нам нужно употребить идиому в контексте, при том, что нам дали только маленькую подсказочку, да, вот fit perfectly. Только определение самой этой идиомы дали, а формулировку, правильную постановку, грамматические. Здесь уже мы должны сделать все сами. Татьяна Зоя напишет, даже самим интересно. Да, я согласна, это очень такие, да, мотивирующие, может, даже педагога задания. Здорово в них поиграть. Видео идет позже, чем вы говорите, так неудобно, пишет Валентина Малюгина. Я рада за тех, у кого все шло вовремя, кто посмотрел сейчас захват. Да, здесь правильно пишет Илья Михайлович, это зависит от скорости интернета. Все-таки вот я вижу, у большинства успевают за мной, да, компьютер. Вот смотрите, здесь мы сделали опечатку. Посмотрите, да, я показала, что у нас нельзя все-таки нажать проверку, пока мы все графы не заполним. То есть, к сожалению, пропустить ничего нельзя. Ну, посмотрите, да, в одном месте мы неправильно употребили форму, в другом месте мы опечатались. То есть, вот он такой вот получился у нас пример того, как если сделать неправильно. Давайте вернемся к презентации. Я расскажу напоследок о том, какие еще дополнительные пособия есть, чтобы обучать лексики. Первое, это будут олимпиады по английскому языку, авторы Махмурян Мельчина. Посмотрите, пожалуйста, задания на что у нас там есть. В первую очередь, задания, например, в первую очередь хочется сказать, конечно, о том, что мастер Йо Вакебр у нас есть раздел, он самый первый в этой книге. Задания есть и на коллокации, вот сейчас они перед вами, и на формирование слов, да, Word Formation, все есть, пожалуйста. Это я делала только вот сами названия вам. То есть, дальше там, сравните страницы, да. Здесь, к сожалению, а, страница у меня не попала, на какой-то страничке. Вот, да, 36-я страница Word Formation. Proverbs Insane тоже есть, и на них тоже несколько страниц заданий всяких разных. Ведь это мы с вами можем брать не только для тех учащихся, которые готовятся к олимпиаде, да, но и вообще для 9, 10, 11 класса, когда очень часто бывает, что педагоги пишут, нам бы дополнительный материал. Пожалуйста, вот он есть, фразовые глаголы, их использование, да, где можно это все приобрести. Уже давали ссылку в обучающей, да, вот тут пишется, нашла обучающие компьютерные программы. Да, они, есть и книга эта, и обучающие компьютерные программы. Вот, пишет Нануле Владимировны, согласно, книга содержит насыщенный материал по всем аспектам.